Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и продолжение партии за персию в ФФА на 10 человек! Сидмерс Ивизайшн 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии, ссылка в прикрепленном комментарии на весь плейлист. Там же есть все серии, которые могут увидеть спонсоры канала. Уже спасибо большое вам за поддержку! И всем вам приятного продолжения просмотра! Так, ну вот и прокачали... Шпиона? Диверсии на производстве, сфабриковать скандал. Давайте на производстве возьмем. Так, а здесь? Есть лаба. 76 минус уголь пошел. Так, мне с кем-то надо бы углем поторговать. Театралочка, плюс один, тут плюс три, между прочим. Да. Давайте сюда пропустим ход. В городе они фабрика. Универ покупается. И лаба строится. Пять ходов. Пять ходов. Два, два. В лагботане я хочу лабу купить, потому что там будет у нас посел строиться. Что-то у меня подсказывает, что у меня нету... Может, расщепление ядра открыть по приколу. А, ну, видите, вот это надо сначала, так что сюда сначала пойдем. Так. А-а-а. Блин, поймали шпиона. Жаль, жаль. Я откладываю. В парсе что у нас? Верфь. Давайте амбар. У всех остальных все строится, да? Так, алюминия у меня тоже нету, да? На огромной территории у меня нету ни угля, ни алюминия. Я так понимаю? О, есть. Слава богу. Так, из Фахан. Алексей, Алексей, а я верил тебе. Что? Что такое? Шпион. А, шпион. Ну, а куда мне еще? Слушай. Я с Египтом в Союзе, а вижу это только тебя и французы. А твоих у меня больше денег? А я... Так. Прикол в том, что коммерческий район только в Руане был и в каком-то французском городе, и в Бордо. Вот я туда и отправил. Вот и все. 124 французских щекеля. Я готов купить у тебя этого... Как его? Шпиона выкупить. Так. Пульс паровой машины точно, реформа денежного вращения точно. К оружию. Кстати, вот это можно под Магнусом вырубить. Оба-на. Два хода. Отдаем в пасаргады и строим театралочку. Так, вот теперь мы перекидываем, пожалуй, в... Ммм, Багдад хреновый какой. Ну, к хмеру тогда, очевидно. 316. Что вы можете тогда за него предложить? Не знаю, посмотри сам. Что тебе там надо? Это здоровье даю. Ну, давайте. Так и обещание не воровать у меня деньги. Хорошо. Алексей, го, мир, но... Обещаю в Женеву послов кидать. А кто сюзерен сейчас в Женевы? Не знаю, Конго вроде или... Ну, то есть ты не будешь сюзеренить Женеву, так? Не, я не буду. Давай. Ммм... Ну, нормально. О, кстати, у меня еще... Кстати, я ж могу... А, у меня Хатусу перекупили. Так. Ну, мне надо Женеву зас... Не засоюзить, а третьего отправить. А, и все, у меня пока нету. Так, и в Митлу мне надо отправить. Сто двадцать. Ну, пока... Ну, это на самом деле много. Я прям не уверен, что, конечно, он может победить вот прям до рокеров, но эта заявочка хорошая очень на туристическую победу. Ну, мы как-то все слабо по культуре идем довольно. Так, ну, мне нужно алюминий обработать в эсфахане. Планкартом я отправил, да? Это бывшие арабские города, значит. Да, сюда мне отправлять не очень интересно. А в чем фокус этого уникального здания Ацтека? Что она просто туризм дает потом? Я не знаю. Просто вот в описании написано, что топ-туризм. Кто-нибудь знает? Так оно, по-моему, больше дает счастье. Не один, а два там, по-моему. А-а-а. Я пчелиня тут пару ходов в Йоханнесбург и Кахокию пограблю. Все. И заключу мир, окей. Так, вообще-то мне рабочих надо бы побольше. Так, реформация. А, в коммунизм, потому что я иду. Амбар. Так, ну, кампуса надо везде строить. В любом случае. Так, а с промышленной зоной тут что? Плюс два. Тогда давайте вот сюда кампус. Что, в Исфахане не успел, арену сделал. Ну, тут счастье надо организовать. Конечно же. Мне нужны самолеты. Мне нужны самолеты и забрать просто француза с Ацтеком и все. Причем Ацтека можно еще вернуться кораблями в линкор и апнуться. Блин, мне, кстати, надо два капера сделать, прежде чем электричество открывать. Адмар. 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 Мастер. 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 Мастера. Пока. Мастер. Взрыв. Мастер. Причем起 USA. Взрыв. Очень. Взрыв. на уголь можно забить у меня его нету просто так плюс сто процентов есть на капер или меня не открыто морские до промышленной аэры включительно давайте вместо торговой конфедерации то минус 12 будет до арена они ту следующего даже так новую промышленную зону наверное надо все-таки так подходим покупаем обрабатываем здесь у нас проведение диверсии а а а а а а а а художественный или архе... художественный вряд ли мне тут скоро что-то набьется, поэтому давайте архе... ну как бы там да и то и то, чтобы ускорить на самом деле. Так, а вот тут тетралочка тоже нормальная становится, здесь плюс 3, а вот здесь... там тоже должно быть плюс 3, плюс 4, ну наверное сюда, я понимаю, что тут производство, но и тут производство, там камень не хочется, ну раскочегарится через некоторое время, так что сюда вместо шахты... блин, тут индус все заселяет нафиг... мне кажется, как мир ты не ожидал, что харе-харалая будет отваливаться по лояльности... ожидал... да, я же показывал минус 20... да, и как, как ты планируешь... я пока не знаю, буду импровизировать... по идее, сейчас второй житель появится и будет более-менее нормально... да, ну там, мне кажется... 124 туризма... ну четверть уже набрал... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий, кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети, ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись, можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей... Кроме того, появилась функция Суперспасибо где-то под видео, это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Да, мне кажется... конечно, может я как-то... 250 золота дадут... А, кстати, мне же надо лабу в Акботане купить... Так, и... кампус в Парсе строится, тут лаба достраивается... 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 И послов мне надо в Митлу... Ну... Так, из научных я везде по три отправил... Вот, теперь мне надо в Хатусу бы... Еще двое... Короче, мне надо бы открывать на... А что у меня тут стоит? А, каперы мне нужны... Блин, так, электричество отложим... У меня каперы... Я просто хочу их апнуть... Потом... В... В... В подлодке... Чисто для этого каперы... Дружба... Вообще, я думал разнообразить свою игру... Опять на меня напасть... Угу... А у меня больше делать нечего... У меня... Либо... Честно скажу, мне тоже делать... Давай снеси мне, я пойду посплю... Ну, как бы мне либо ливать... Либо сносить тебя... Я ливну... Ливать я не хочу... Я делаю то же самое, что и ты... Сижу в своем доме... Ну, просто, ну... Я понимаю то, что... Эта игра... Уже... Не про нас с тобой... И... А ливну... Не портить игру остальным... Неинтересно... Забери меня, продолжай играть... Может, у тебя шанс проявится... Какой шанс словало... О чем? 67 науки на 110 ходу? Логично... Я же броненосы не смогу... У меня угля нету... В пехотинцах... Можешь... Поторговать сколы углем-то... Не знаю... Я воевать не хочу... Честно... Ходишь... Бей... Забирай города... Вообще пофигу... Уже... Нет смысла... Нам с тобой что-то делать... Не дает пройти... Так сидеть... Подтирать... А, тут море у них... Пошли галерах на дело... У них там море... Угу... Так... Что с промышленной зоны вообще в этом... Ух ты... Плюс четыре... Ну... У тебя нет морских городов... А... Тут... Тут и так шахта на плюс четыре... Как бы жалко... Ну с другой стороны это плюс восемь... Ставелся горчать... Но выплывет на каравелла... А... 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 Смениц... Да... Какой-нибудь линкор... Ну... Ты че... Не смотрел фильмов с Джеки Чанами? Ой... Ну... С Джеки Чаном... Так... Давайте глянем у кого... Угля дофига... 55... У... Турка естественно... О... Отлично... Ну... Можно попробовать... У... Индуса купить штук 20... Вообще есть у кого-нибудь... Уменяемый план... Как противостоять... Шести... Ста восьми... Науки... Ну... Воевать с ним как? Все сидят... В союзиках... С соседей... Ждут чего-то... Ну я вот вижу... Да... Хмер в союзе с ним... Офигеть... Последним ходом и кто-то построил... Че... Блин... Где Женева вообще? За турком сверху... Вы до нее не доберетесь... Ты можешь только добраться объявив войну турку... Вот оно тебе надо... Опять начинать за старое... А че делать? Не знаю... Давай я хотя бы вот эти... Да я вот... Дострою тут... У... Украшу все свои поля... И потом забирай... Вот тут... От обороны... Тут сделал... Тут... Замучаешься забирать... Ну наверно надо все-таки ставить... Шахту... Ту... В шахту... В промышленную зону... Строители не... Да нафиг строители... Ну а че, в какой смысл... Ну а че, в какой смысл... Понимаешь... Понимаешь... На игру... И ты ее придерживался... Ну а я ее придерживался... и придерживался и сейчас это делаю так что у нас тут озарение для стали варенья не могу вызвать создать артиллерию и озарение для авиации блин авиация это 2 биплана не могу без нефти создать артиллерию тоже не могу без них клац встань и ждем когда он тут район восстановит так что не не достроил в городе они и в балхе и в герате так но у меня практически везде застроены компуса все равно не стоит только в парсе и в исфахане во всех остальных городах полностью построены мне нужны послы чтобы иметь больше науки в научные гэгэшки причем желательно наверное в баллонию и в митлу отправлять на на риву это куча культуры дает это не особо мне тут кстати главное чтобы кхмер ее союзил иначе там конго победит культурой ну конго уже почти почти треть так на минутку они там все в науку упарываются конго упарывается в культуру о вот она так сейчас бы еще современные бомбардировщики увидеть а для этого надо переработку открыть будет полин есть лаба давайте я мазутную а меня нету и нефти смысл мне мазутную строить так ну давайте строителей тут верфь пожалуй амбар давайте сначала строители он мимо проходит с этой стороны вообще ничего не исследовано опнусь разведчика что ли так хочу мне там захватывать городами нужно какие-то юниты туда ему по запихивать то есть это самолет имеет все убивается но захватить как я постою каперами потому что у них нету смысла использовать никак юханесбург упорно я смотрю в создании рабочих жалко что конго не захватил араба нисколько так подожди а я нефтяную блин а где нефтяную поставил дел цен а я нигде не поставил пристреляешь по рыцарям я их лечу я строил а ты строил а я лечусь так как ко мне тут каравану египет и понятно египта просто я единственный вариант в караванах и так кажется хотя может уже эти добегают конго тоже но тут обратил меня в религию три города всего что он взял последним влияет сильнее но нормально у него религия приятная для развития но что-то как-то все равно у него отставание очевидно за твоего побитого рыцаря угольные 6 маловато где у нас компьютеры находятся я не видел ты корпорациями как-то так тут давайте производство делать тут я аэропорт поставлю в саргадах давайте на один ход отложим тогда тут создание чего-либо в тарсе тоже можно аэропорт здесь тоже наверно отложу хотя и пригород бы не по не помешал 4 он будет строиться два хода не давайте подождем рэй в городе они что строителя угольная но театральная тут тут пригород на плюс 5 и даже на плюс 4 есть вообще надо вот тут именно на плюс 6 построить давайте еще пока а я не помню откуда его так все строится тут откладываем на аэродром здесь капер фабрика морской порт да вообще знаете без веры я уже понимаю 6 циви без веры очень грустно играть невозможно очень много вещей купить то есть я приходится все вообще строить просто ну я бы наверно отложил деньги на покупку самолета просто чтобы их не строить именно покупать это в это в в в в и Продолжение следует... Так, значит, в Тарсе аэродром, в Пасаргадах аэродром. Тут вырубаем, тут лесопилка... Я бы даже, наверное, и ангар, или лучше... Нет, гидроэлектростанцию надо. Электричества вообще нету. Так, ну, Болония хочет артиллерию. Давайте в Митлу. 421 наука, уже веселей. Так, что у нас с самолетами? Нифига не видно, да, до сих пор? Идем в переработку ради нефти. Понятное дело. Тут я возвращаю, надеюсь, апнуть... Ну, хотя бы в линкоры, может быть. Хотя там тоже, по-моему, нефть. А, слушайте, я же хотел у Индуса купить. У него явно дофига. Так, 20, давайте... За 200. Индус предложение. Че, Алексей, мне убить коня тебе? Зачем? Не нужно, чтобы ты меня, типа, разведывал. Так я уже тут все разведывал. Че ты? Уже все видно. Ладно, уйду. Ну, я просто мир заключил. Так, эм... А мир тебе какой бонус дает? А просто тут кахойкиус и Ханнессбургом постоянно граблю. Как вот приятно. Как бы мило, жена от войны никакого нету. А у Конга три монополии? А усталости от войны разве нету? Если не убивать ничего, то нет. Нет, три. Тащи, даже не три. Причем две вообще ни у кого нет. То есть ты еще там бонус хороший получаешь, наверное, к этому, к туризму, да? Ну, не знаю, сейчас проверим. Два, три. Ну, я вижу, что три монополии у турка, причем одна из них на чай. Вообще кайф. Два на девять это восемнадцать. И на пять еще может сколько-то будет. Ему бы вообще-то чай бы весь пограбить. Он как бы вот именно с чая имеет науку-то, собственно. Да не с чая я имею науку. А с чая не имеешь, да? Ну, это не такой большой процент. Подождите. Я это, чтобы найти соженеву. Эль, ты не союзниками? Я не союзник. Блин. Спросил бы. Не, чё-то. Протупил. Остальные города без стен, так что проще будет. Рабочего тут сделаю, надо обработать. Тут совсем как-то все грустно. Кстати, а как создавать монополии? Никак, они просто есть... Ну, а, ну, корпорацию, если ты создашь. У тебя будет монополия. А создавать ее великим торговцам. Понятно. Паша, давайте-ка в гранты пойдем. Паша, давайте-ка в гранты пойдем. Какая-то нездоровая конетельная человек. Сказал культурный конголезец. У меня с религией плохо, так что я и даже, ну, славы, этими рокерами, чё-нибудь по-чудить. У меня вот 30 туризма уже этих послов там. А, ну да, кстати, у Конга же религии нету точно. Фигня какая-то, да? Ну да, то есть он не может священки строить, как бы подстава. То есть как побеждать за Конга культуры, если ты не можешь эту сделать? Так, а почему мне Конгу войну били? Он должно, кстати, выиграть. Потому что он в союзе с Турцией. Это долго. Так, слушайте, мне нужны, на самом деле, наземные юниты, чтобы эти города захватывать. А, там у нас ацтек захватывает потихоньку. Знаете, я поразмыслил здраво, что мне надо на Египет нападать, скрипя сердце, конечно. Потому что, ну, очень хороший союз. Это прям очень приятно. Но, во-первых, если я это буду забирать, это будет всё постоянно отваливаться. А так я просто по накатанной заберу Египет, если я смогу, конечно, его забрать. И пойду дальше. А я его смогу забрать, потому что он отстаёт в два раза. У него явно ещё не будет... Я просто... И у нас союз через девять ходов заканчивается. Меня единственное волнует, чтобы я через девять ходов вышел в самолёты. Если я не увижу, где эти современные самолёты, то это будет печаль. Так, у нас тут человек на чудеса. Поэтому попробуем Темпломайор построить. Может, фабрику пока у меня там денег дофига. То есть, сколько на Темпломайор требуется производство? 355, то есть выше крыши. Мне хватит. А Темпломайор плюс одно удовольствие отразить за каждую клетку озера в пределах одной. То есть, будет плюс три. С одной пищей производится за каждую клетку озера в империи. Так, что нам тут обрабатывать? Давайте в тушку. Подожди, а где у меня... Я разве не строил археолога? Не строил. Так, у меня минус пять идёт на электричество, зато 453 науки. Но это именно что за счёт электричества. Так. Давайте с Ганди продолжим союз. Что мне придётся, когда я объявлю войну... Порок принял, не буду ничего предлагать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ещё двое где-то. Так, у нас, собственно, нету француза, я так понимаю, да? Не-не, я тут, я тут. Ну, плюсик поставь. А, и форк, тут всё, я ставлю таймер. У-у-у-у-у. О, ацтек, тебе надо ускориться. А там, Египет хочет меня пилить с тобою. Ну, отлично. Египет, что, и на французы нападает? Так, ну мне нужны юниты для захвата городов. Это он всё придумал. Ну, это танк и нефть, чтобы было. Ну, вам мушкетёры и арбалетчики говорят об обратном. Ну, это ты всё придумал. Да, не эксперты, но что-то мне подсказывает, что наше состояние рушит. Ну, я... Ты понимаешь, что он всё придумал? Я тебе так скажу. Опять, какие-то горы, как араб упал, не понимаю. Стой, защищайся. Механесбург прикалывается просто. Просто... Просто прикол какой-то. Уйди, египтянин. Я не сбежавший еврея. Гринус, захватывай твоего рабочего. Ну, у меня просто француз, нет выбора. Мне либо сидеть и дальше пыхтеть, либо пытаться что-то в этой игре ещё сделать. А чё ты сделаешь? Ну, мы всю игру сидим тоже с такой мыслью. Я хочу не совершить ошибку в прошлой игре. Я хочу покидать ракет. А чё, у меня есть уран? Я не знаю. Я надеюсь, может быть. Я тоже надеюсь. Твоя территория будет кому-то полезна? Ну да. В самом деле угарну. Я угарну, если у меня урана не будет. Ха-ха-ха. Ну тогда да. Ты чилини тогда реально угарнёшь. Ты прям в ядерном угаре будешь весь. Сто пудово. Будешь балдеть, Катя. Не, ну у тебя, судя по ресурсам, вообще всё есть. Так, давайте мы ещё урюмени ещё раз проверим. Дело тонкое. Уран — это дело тонкое. Оно может быть на нашей территории. В любом случае, по науке, чилини уже, скорее всего, никто не обгонит. Поэтому здесь только один шанс — это закидать его какахами. Именно. Да, потому что по-другому вот тут уже без вариантов, я считаю. Я француза хотел, потому что там у него уголь есть. Вот здесь. Ещё и алюминий, но, как вы понимаете, это просто очень неудобно. Через такие... То есть реально проще просто забрать Египет, потому что он, очевидно, отстаёт. Так, а ты когда город захватываешь, шато пропадает, что ли? Ну, конечно, потому что оно... Все уникальные улучшения пропадают. Как и уникальные районы становятся обычными. Чёрт, я затупил. Если планируешь захватывать Корею, то надо её захватывать в самом начале, пока она не поставила салоны. Значит, ты получишь кампусы на ноль. Да, тоже касается Майя. Какие там ещё у нас районы? Майя. Если ты инка захватываешь, то у него всё, короче, сносят. Ну, ну... Офигеть, я и не знал, кстати, что салоны пропадают. Не знаю. Не пропадают они. Ну, и они типа ноль просто дают, да? Да, мне кажется, это... Либо ты вот захватываешь, типа, прям, ну, да там, как он построил, либо когда там уже домики есть все. Мне кажется, это странно сделано, потому что в той же 5-й циве, например, все улучшения оставались, если ты захватывал. Да. Смысл. Да, это логичнее. Было приятно захватывать каналу на эту вырубку. Так, 356 золота, неплохо. Он тут у нас на проведение диверсий. Возьмём время выполнения. Так. Тут Кахоке никак не отремонтирует. Так, танки открытые. Вот у нас стандартизация, кстати. Ай-яй-яй. Сюда через неё надо будет. Так, трёх мушкетёров. Предатель. Давайте их, может, апну. Ещё и Париж захватили. Ай-яй-яй. Бедный, несчастный француз. Ай-яй-яй. Что такое? Что ты там причитаешь? Вот там бедного пилят со всех. Да ладно, кто-то? А, вон темпломайор. Фу, ты думаю, кто мог построить уже темпломайор. Следующим ходом. А ты так? Я потрачу всего лишь... Мало. Да, французы, может, и бедные убиты, но и умные. И, Рэй, хорошее сейчас будет. Ай-яй, какой национальный флаг. Ой, я всех открыл. Класс. Ну, ну, и правильно, в конце уж нашёлся. Просто не уезжая никуда, я нашёл всех. Блин, в чём ещё как-то злой. Одному ресурсу-то. Членин, я меня убил. Просто расторговали всё. Скаута. Продали. Всю Россию распродали. Чё сразу Россию-то? А, Россию не распродали? Разворовали, Россию разворовали, да, я забыл. Ну, да, тут пока... Да, кстати, Конго культурой, всё-таки туризмом сложно побеждать, потому что нету... Ну, у Конго нет урана. Пам-парам-пам. Пам. Так, ну, мне надо всё-таки апнуть в мушкетёров, один есть, там второй. Этот я не буду участвовать. Вопрос только, два у меня дуболома или всё-таки три? Два. Блин, надо будет одного просто купить. Сейчас я увижу ещё нефть и увижу, что вот тут. Главное, чтобы тут были эти... Это шутка про зеркало заднего вида, да? Самолёты. Неужели тут... Ну, всё равно тут... Что тут два хода, что тут два хода. Не в любом случае нефть надо открыть. Никто не хочет предателей. Так, ну что тут? Баллистика, блин. Так, хорошо, а с нефтью что? Типа, она выйдет? О, у меня город прям на нефть. Отлично. Слушай, я могу купить бипланы и увидеть, собственно... Если у него ещё есть оверлайст, има не зависит. Так, давайте. Раз и два. Так, ну я вышел, посмотрим. И где авиация? Вот она, отлично! Четыре... Пять ходов. Как раз ровненько, как у нас союз заканчивается. Ну да. Зайти и выйти нормально. О! Всё хорошо. Я даже достижения получил. Кайф. Развью всё по-французски. Прикольно. А я... Чё сделать надо? Играя за Францию, создать разведывательное управление. Надо будет как-то будет делать. Всё, я там, да, отключился, да? Надеюсь. Ммм, да. Спасибо за игру. Всё, всем спасибо. Давайте. Ну я первый самолёт сделал в игре. Леточки тебя ждут. А эти всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Где добыта? Так, что по ресурсам? Табак у меня и у Египта. Мёд, игрушки, благовония. Киты, шоколад. Это всё есть. Пряности. Торгую. Гипс. Гипс. Михаил, предложение. Красители. Торгую. Нефрит. Нефрит. Оливки. Слоны. Меха. Вот. Меха можно с индусом. А, блин, у него нефрит есть. Ё-моё. Надо было с ним торговать. А не с Конга. Так, ну остальное всё у Турка. С ним я не хочу торговать, чтобы ему счастье не повышать. Тут, кстати, надо будет разбросать эти бипланы в Акбатану и в Гребу. В Тарсии нужны бомбардировщики, в первую очередь. Но я ангар там всё равно построю. Странно. Но военный союз не работает. 1200. Что не работает? Ну, военный союз против одного... Война против одного противника плюс 5 боевой мощи. У вас военный союз с Египтом? Не знаю. Извини, плюс 3. Не, неважно. Оно должно быть написано от союза. Ты уверен, что не работает? У меня ничего не написано. Так, давайте-ка мы всё-таки... Блин, или не будем уже... Давайте стандартизация своим ходом откроется. Вот мазутную электростанцию надо бы построить. Такие. Угольная на 6, мазутная на 3 будет. Так. Давайте я её куплю. Просто. Ускорим баллистику. Всё, тут всё ускорено. Всё, экономим деньги. Экономим деньги. Экономим деньги. Так, у нас 4 посла в Болонию, очевидно. 508. 508. Ну, блин, надо мёд починить. Почему балок до сих пор не присоединил оленей? Это, конечно, прикол. Ты там, Лёш, Йоханнесбург грабишь, что ли, да? Да. Ты не против, если я береговые рейды там поделаю? Да, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Я не буду ни в чём вас ограничивать. Компьютеры откроем. А что, у вас тут внутреннее море такое или там есть выплыв? Вот это океан Рейкум. Ну, внутреннее. Внутренний океан, короче. Ну, должны сносить египет, мне так кажется. Накапливается 2 алюминия. Ну, блин, слишком турок раскочегарился на захвате араба там. Так, давайте, наверное, тут задействую. Смотреть буду и здесь задействую. Мне нужны ещё юниты, кстати, для захвата. Слоны или субмарину. Ну, в связи с тем, что танки будут тратить нефть, то я лучше кавалерию сделаю. Так, и здесь тоже кавалерию. Тоже кавалерию. Где она? А, у меня лошади кончились, кайф. Так, тут стоим, ждём. Тут я, пожалуй, дуболома на аэропорт поставлю на всякий случай, чтобы не разграбили. На производство энергии. Ангар, монумент, канализация. Коммунизму сейчас примем. Пошли-ка в исследовательские гранты, ребята. И мне бы, конечно, пингалу на гранты прокачать, но что-то не в этот раз. Кстати, а кто на лабы плюс четыре забрал учёного в итоге? Кмер, по-моему. Меня взял. Чё-то я вообще корпорации монополи в этот раз не использую, но у меня просто не хватает времени на это. Отправляю уже к индусу просто потому, чтобы потом не перебрасывать это египтянина. Не знаю, зачем Кмер решил норвежца забирать. Мне кажется, он не может удержать. Я продаю не вижу, конечно, всю эту территорию. Но такое ощущение, что он не может его удержать. А, Конго тут отдельно с турком, я так понимаю. Прикольно. На этом пока всё. Спонсоры канала Продолжение могут посмотреть прямо сейчас. Ссылка на плейлист со всеми сериями в прикреплённом комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.